Иисус воскрес! У нас Откровение, 8 глава, 6 по 12 стих. Семь ангелов, которые держали трубы, приготовились трубить. Первый ангел затрубил, и пошел град и огонь, смешанные с кровью, и третья часть земли, и третья часть деревьев, и вся трава сгорели. Затрубил второй ангел, и в море упала огромная горящая гора, и третья часть моря превратилась в кровь. Третья часть всего живущего в море вымерла, и третья часть всех судов погибла. Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть рек источников упала горящая, как факел, звезда. Звезда называлась Полынь. Третья часть воды стала горькой, и от этой горькой воды погибла третья часть человечества. Затрубил четвертый ангел, и были поражены третья часть солнца, третья часть луны, и третья часть звезд. Они вдруг потемнели, и третья часть дня, и ночи были лишены света. Ну вот такой кусок. Я сначала, как его прочитал, и заглавил такой наш разговор, труба дела, да, то есть, натрубили. Это, но потом понял, что это будет сильно ободряющее, да, думаю, надо что-то по-другому все выстроить, да, и поговорим, что такое вот жизнь, жизнь наша, да, что она собой представляет, и как посмотреть вот на этот отрывочек, то можно сказать, друзья, история нас абсолютно ничему не учит, да. История просто наказывает, наказывает, и мы не можем оттуда ничего почерпнуть для себя и вот для своей жизни. Приблизительно вот такие, конечно, версии. Эти вот трубные, это трубные суды, да, это суд, это не предупреждение, это очень для нас важно, чтобы это для нас было сегодня таким предупреждением. Вот это мы возьмем, давайте, с этого. Это Божьи суды над человечеством, град, огонь, смешанные с кровью, да, поражение земли, травы и леса. Возможно, много разных описаний. Вулканы, извержения, взрывы. Как раз эти описания — это то, что за какой образ мы можем зацепиться, да. Мы видели, кто-то был на вулкане, кто-то видел воочию, кто-то посмотрел по экрану, и эти образы. Вот так оно будет происходить, да. Третья часть деревьев сгорела, выпала лава сильная, и все начало вокруг гореть. Второй ангел, огромная горящая гора, да, поражение моря, может, метеорит, кто его знает, да, земли тростей. Мы знаем, как это идет цунами, и как это все происходит. Мы это все наблюдаем сегодня, опять-таки, через наши экраны. И вот третья часть моря, кораблей, просто исчезла. Третий ангел, упала большая звезда, поражение земли, рек, возможно, комета. Тоже это просто наши такие догадки и все прочее. Полынь, горькое, ядовитое такое вещество, приводит к смерти от того, что вода становится непригодна. И вот четвертый ангел, да, поражена третья часть солнца. По-разному говорят, это солнце поражено, или это просто имеется... Конечно, если третья часть света, солнечного тепла на одну треть станет меньше, да, то можно предположить, что у нас будет, да, то есть это... Ну, не мир злота, но что-то возле этого будет пожизненная такая. Или еще такая ключевая версия, что это говорится о такой духовной темноте, да, и что мы видим в истории и очень часто задаются такими вопросами. Ну, как это... Даже многие сегодня говорят, как могла произойти вот вторая мировая война, да, как вообще эти войны? Ну, умные люди. Да, в принципе, христианский мир. И все же вот что натворили. Как мог зародиться такой вот фашизм, такое зло, да и Советская империя. То же, что делала и чем она закончилась. Это говорится о такой духовной темноте. И сегодня мне хочется поговорить о том, чтобы мы просто... Чтобы этот кусочек для нас, этого текста, был предупреждением. Чтобы Бог нас сохранил, чтобы это для нас не было наказанием, а предупреждением. И мы поговорим, чтобы это такие трубные предупреждения, да, и поговорим вот именно, что такое вот жизнь наша. Потому что, если мы не вынесем эти уроки, то вот римлянам с первой... Первая глава, с 18-го стиха тоже написано «Божий гнев». «Божий гнев». Длинный такой кусочек, послушаем его. «С небес изливается гнев Божий на безбожий грех людей, которые злом попирают истину. Истина о Боге известна им, потому что еще создание мира, невидимые качества Бога, Его вечная сила, божественная природа видны и могут быть понятны в Его делах и творении. И людям, не верующим, нет извинения. Они знали Бога, но не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему. Их размышления, представления привели их в тупик. Их неразумные сердца погрузились во мрак. Они выдавали себя за умных, но фактически казались глупцами, поменяли славу нетленного Бога на образы, похожих тленных людей, птиц, животных, пресмыкающихся другими словами на идолов. Потому Бог отдал их на произвол их же собственных греховных желаний. Они начали осквернять свои тела друг с другом. Эти люди заменили истину Божию на ложь и поклонялись и служили созданию, а не создателю, который достоин вечной славы. Аминь. И так Бог оставил их на волю их постыдных страстей. И в результате женщины вместо естественных отношений стали делать то, что противно их природе. Мужчины тоже вместо естественных отношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу и делать всякие мерзости друг с другом. И сами в себе получили наказание за свое распутство. А познание о Боге они посчитали чем-то ненужным. И Бог оставил их на произвол их заблуждений, допустив им делать то, что делать не должно. Их наполнила всевозможная греховность, зло, жадность, порочность, зависть, убийство, раздоры, обман и злоба. Они клевещут друг на друга, порочат друг друга, ненавидят Бога, наглые, надменные, самодовольные, постоянно изобретают новое и новое зло. Не уважают своих родителей. Нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Отношение Божие им известно. Все, кто живут такой жизнью, достойны смерти. И при этом они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других поступающих также. Вот так говорит Господь. И пусть этот текст для нас будет именно предупреждением. И возьмем такие для себя практические уроки. Яков говорит в 4 главе, 14 стихом. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар являющийся на малое время, а потом исчезающий». Вот такой миг. Но мы все планируем, мы все планируем, мы все думаем, мы все представляем какие-то образы жизни. Очень интересно, вот Анаис Нин, американская писательница, выразилась по этому вопросу. «Мы видим реальность не такой, какова она в действительности. Все зависит от того, какими глазами мы на нее смотрим». Смотрим, сложно с этим соглашаться и себя как-то приземлить и понять, что я вижу все в искаженном виде. Хотя мы говорим, что каждый судит из нас как? Друзья, в силу своей исправности. Мы так выражаемся. Но мои-то суждения, друзья, я считаю исправными. Конечно, вы там ошибаетесь где-то, но я-то нет. Но это очень важные вещи. Кто был в пятницу? Кто смотрел пятницу? Вот Третье Царство, 18 главу Саша здесь говорил. В чем Ахав обвинял Илью, друзья? В чем он обвинял его? В каких грехах Ахав обвинял Илью пророка? В каких? Абсолютно всех тех грехах, которые сам делал. И он бежал, чтобы его умертвить. За что? За те грехи, которые сам он делал, он хотел убить Илью. Вот такая истина. И никуда от этого не деться. Взгляд, да? Такими тезисами давайте мы возьмем для себя, друзья. Потому что это очень важно. Очень важно увидеть себя или свою версию. Потому что я такой кроткий, смиренный человек. Бог дает ему вот это откровение, чтобы посмотреть на себя, кто я есть на самом деле. Наша жизнь определяется тем, как мы на нее смотрим. От того, как я определяю свою жизнь, зависит моя судьба. Как я ее определяю, да? От моего о ней представления будут зависеть то, на что я расходую свое время, деньги, куда применяю свои способности и насколько ценю взаимоотношения с другими людьми. Три вещи, таких очень важные. Это время, деньги и взаимоотношения. Один из лучших способов понять другого человека – это спросить его, как он представляет свою жизнь. Или можно себе задать, чтобы нарисовать эту картиночку. И обнаруживается, что у каждого человека есть свой неповторимый взгляд на земное существование. Я бы сказал, этот взгляд очень священный, сакральный. Человек всеми силами его защищает и охраняет такие врата перемен, чтобы его не изменить. Именно этот свой взгляд – это своего рода такие… У нас висит такая картинка, как лекала, как, может быть, какая-то метафора. И мы запихиваем в эти лекала себя, подрезаем, впихиваем. Мы запихиваем своих окружающих в эти лекала. Мы напрягаем весь мир. Мы напряжены. И все вокруг в этом напряжении, чтобы втиснуть в этот образ. И, как Иохав, что он творил с Ильей, что он делал и за что? Он абсолютно обвинял то, что делал сам свои грехи. Он обвинял от этого ни в чем не повинного человека. У меня такой наборчик чисто как представление, как люди представляют. Некоторые разговаривали об этом вопросе. Некоторые говорят, что это как цирковое такое представление. Какую метафору, я говорю, ты вообще можешь охарактеризовать. Некоторые говорят, это такое минное поле. Идешь, идешь, и когда тишина страшно, когда бабахнуло, чуть-чуть легче. Потому что это тишина, тяжелое дело. Кто говорит, американские горки, вверх-вниз. Симфония, кто говорит, это как путешествие, это как туриндустрия, которая торгует эмоциями, не гостиницами. Она продает эмоции, и мы платим, мы хотим этих эмоций. Кто говорит, танец. Кто говорит, это карусель, то вверх, то вниз. Кто говорит, все по кругу, нет ничего нового. Нет ничего нового. И еще даже одна такая версия, я ее бы никогда не употребил бы, но то, что я нашел в ней истину, это точно, что это похоже на 10-скоростной велосипед, причем половину скоростей мы никогда ими не пользуемся. Я тоже, хотя там, наверное, больше, чем 10 скоростей в велосипеде, но я их 3 больше не включал. Не знаю, зачем их столько туда наделали. Кто говорит, карточная игра. Приходится играть теми картами, которые достались, и никуда не денешься. И еще я, я думаю, где-то лет 5 назад разговаривал с таким молодым человеком. Он получил диплом магистра. И я говорю, как тебе видеться? Потому что мы много общались здесь. Он уезжал в другую страну, и он так рисует свою жизнь. Говорит, ну да, у меня многоэтажный офис, я на терраске, сигарета, и мне там молодая секретарша приносит кофе. И вот такой образ. И там у меня сейфы с деньгами. Вот он рисует такую картиночку. И мы идем так. Он не замечает, так говорит. И сейчас я с ним где-то пару месяцев назад разговаривал по телефону. Конечно, я ему не упомянул про эту картиночку. Ну и как там у тебя? Во всяком случае, покуда из того, что перечисленного ничего нету, ни секретарши, ни кофе, ни сейфов, но депрессняк он поймал капитальный. То есть это так. И тупик у него просто страшный. То есть спустя вот 5 лет. Вот эта картиночка. И еще последний такой вот как бы вот об этом лекало. Разговариваем с молодыми людьми перед бракосочетанием и как они представляют жизнь. И очень девчонка говорит, это фейерверк, да? То есть так неплохо я просто подумал, кто их будет запускать, конечно, да? Постоянно. И во-первых, надо по нарастающими, да? Но, слава Богу, вроде бы у них в семье все порядок. Это тоже уже лет 5, да? То есть живут, ну, пусть, даст Бог, так и будет, да, друзья, дальше. Поэтому вот это и есть картиночка. Поэтому зададим себе вопрос, на что похожа моя жизнь. Какой образ появляется у меня в глазах? Какая версия? Она у нас есть, друзья. Она у нас обязательно. Этот образ можно назвать такой моей жизненной метафорой или моими жизненными такими, ну, метафорой или лекалами, да? Именно такое представление о жизни я сознательно или бессознательно храню в своем разуме. В нем заключается описание того, как устроена жизнь и чего от нее можно ожидать. Это может выражаться во многих вещах. Как я одеваюсь? Какие ношу украшения? Как вожу машину? Прическа? Татушки? Улыбки? Манеры? Это все и так далее, да? Это все плывет из этой метафоры, из этого образа. Этот образ, он невидимый, но эти все детали являются в нашем таком видимом мире, да? Да, невысказанный жизненный образ влияет на нас больше, чем можно предположить. Он определяет наши, первое, ожидания, второе, требования от себя и от других, следующие ценности, следующие взаимоотношения, цели и приоритеты. Именно этот образ, который сидит у меня в голове. Если я полагаю, что жизнь — это праздник, то главное в моей жизни, что будет? Хорошенько повеселиться, пикничок. Если жизнь — это спортивный забег, то я буду ценить скорость, постоянно куда-то спешить, даже если в этом нет абсолютно никакой необходимости, да? Но я буду бежать и так далее, да? Поэтому как вы видите свою жизнь? Возможно, вы основываетесь на весьма ошибочных жизненном таком образе, и чтобы исполнить то, для чего предназначил нас Бог, нам придется поставить под сомнение общепринятую точку зрения, друзья, заменить ее на библейский образ жизни. Это Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Не стремитесь жить по меркам и представлениям этого мира, но постоянно изменяйтесь, обновляя ваш разум и понятия, чтобы вы сами могли испытать и познать волю Божию, добрую, угодную и совершенную. Не стремитесь жить по меркам и представлениям, не стремитесь жить по этим призракам, иначе жизнь превратится в призрак». Библия предлагает три метафоры, с помощью которых мы узнаем, какой видит нашу жизнь сам Бог. Вот посмотрим чисто на жизнь Божьими глазами, как Бог ее видит, потому что Он архитектор этой жизни. Первое. Жизнь — это испытание. Каждая секунда у нас мы на экзамене. Каждую секунду. Второе. Жизнь — это имущество, вверенное нам на определенный срок. И третье. Жизнь — это временное поручение, то призвание, которое Бог наделил меня здесь и на земле. Что делать? И в каждом из нас оно свое. Эти образы являются основанием такой целеустремленной жизни. И поговорим о первом — это жизнь, земное — это испытание. Эту жизненную метафору можно проследить самым разным в библейских историях. Бог постоянно испытывает наш характер, веру, послушание, любовь, честность и преданность. Бог испытывал Авраама, когда повелел ему принести в жертву своего сына Исаака. Он проверял Иакова, когда тому пришлось работать лишние семь лет, чтобы заслужить себе жену. Адам с Евой не выдержали испытаний, подавшись искушению. То же самое произошло с Давидом. Однако Библия показывает нам множество примеров того, как люди с честностью выдержали свои испытания. Взглянем на некоторые из них. Это Иосиф, Руф, Есвир, Даниил. Это потрясающие примеры для нас относительно Иосифа, в каких обстоятельствах был и какие искушения. Даниил, что с ним происходило и как он отстаивал вот эту позицию. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, Царь, избавит. Если же не будет того, то да будет известно тебе, Царь, что мы Богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Это изумительная позиция. Можно сказать, ну, да я понимаю, что это золотая болванка, да, то есть, ну и что, ну все, ну и я, это ничего не значит. Даже вот Петр тот отрекся, а потом, по-моему, все в него хорошо было, да, то есть, это все прекрасно и Бог его использовал. Можно много чего говорить, но вот так они проходили эти испытания, да. Наш характер развивается и проверяется посредством испытаний. Да и вся жизнь это непрерывная проверка. Нас все время испытывают, все время испытывают, друзья. У кого семьи, наши дети, что с нами делают, друзья? Они проверяют навшивость, да, и занимаются этим 24 часа в сутки, да. И вокруг обстоятельства, люди, ближние, да, особенно, да. Бог постоянно наблюдает за тем, как мы реагируем на людей, на проблемы, на успех, на конфликты, на болезнь, на разочарование и даже на погоду, и на все мелочи, на все мелочи, которые мы встречаем, да. Бог отмечает даже самые незначительные, простые поступки. как мы открываем дверь там перед другими людьми, как мы поднимаем брошенную кем-то бумажку, мусор, вежливо ли мы обращаемся там с официанткой, кассиром, потому что, когда я пришел в ресторан, они что, они же мне все обязаны, да, то есть, я веду себя развязанно, да. Но Бог за всем этим наблюдает, все эти вещи очень важны. Бог испытывает нас посредством крупных перемен, неразрешимых проблем, незаслуженной критики, клеветы и сплетен, бессмысленных трагедий и ожидания обещанного, да. А некоторые молитвы наши так и останутся неотвеченными, да. Стоит нам понять, что жизнь — это испытание, как сразу становится ясно, что ничего, незначительного в ней нет. Важным становится каждый день, каждая секунда, дает нам возможность подрасти, укрепить характер, проявить любовь или и положиться на Бога. Замечательно то, что Бог с самого начала хочет, чтобы мы успешно выдержали эти проверки и потому никогда не посылает нам никаких испытаний, которые превышали бы вложенную в нас силу, способности самым, чтобы с ними справиться, друзья. Мы часто смотрим на Бога, как на преподавателя, который... очень многие хотят, чтобы поймать меня за что-то, но у Бога совершенно другой характер, совершенно другой характер. Он дает то впереди, что мы спокойно можем выполнить. Сверх сил не дает никогда. Вот 1 Коринфянам 10, 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемой сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Он говорит, да и не я его посылал. Мы сами найдем это испытание, мы сами его для себя притянем. И говорит, но Бог даст силы так, чтобы мы могли его пройти». Якова 1, 12. «Счастлив тот человек, который терпеливо переносит все испытания. И когда все перенесет, то получит венец жизни, который Бог обещал всем, кто любит его». Характер человека развивается и проверяется именно посредством испытаний. Да и вся жизнь — это непрерывная наша проверка. И следующий такой наш пунктик. Земная жизнь — это имущество, вверенное нам на определенный срок. Это такая вторая божественная такая метафора относительно нашей жизни. Она тоже взята из Библии. Бог наделил нас теми или иными дарами и средствами, вверяя их нашей заботе и нашему попечению, чтобы мы этим пользовались и служили другим. Все это не принадлежит нам. Мы всего лишь пользуемся доверенными нам благами в течение определенного срока. Это понятие управления, распоряжение вверенным нам имуществом начинается с признания того, что все на земле принадлежит Богу. Псалом 23.1 Господня земля и что наполняет ее вселенная и все живущие на ней. Это очень важный штрих взгляде на нашу жизнь, что это все Его. И живя на земле мы так никогда не владеем ничем по-настоящему. Бог просто дает нам взаймы на какое-то имущество, на какой-то срок, пока мы здесь. И нам же представляется возможность пользоваться им во время земной жизни. Когда Бог сотворил Адама и Еву, Он верил им в владычество над всем творением и поставил их управлять всем своим имуществом. Это такие Адам и Ева были завхозами. Вот так обстояли дела Библии в Бытие 1.28 «И благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и обладайте ею и владычествуйте ею, распоряжайтесь и управляйте всем тем, что создал Бог вот на земле». И это задание никогда не отменялось и остается частью нашего нынешнего предназначения. Все вокруг нас это дар от Бога или как нечто данное взаймы. Божье имущество временно вверенное в наше пользование просто на определенный срок. Это очень, пусть даст нас Бог просто в этом, чтобы мы имели откровение, друзья. Это этот момент, потому что семья живет мирно, мирно, все хорошо, родители умерли, начался дележ, и происходят очень интересные вещи. Мой друг, в принципе, очень зажиточный, богатый человек, тоже надо было делить родительское имущество. Я думал, чего-то общаясь с ним десяток лет, я думал, что он вообще на это имущество не посмотрит, потому что то, что он имеет, смотреть на то имущество в принципе не стоит. Там есть родственники, которые более не столько денег имеют, капитала, как он. Но когда это все началось, для меня это было большим открытием. Как он себя повел? Всего лишь это такая капля, это может быть даже десяткетысячная часть того, что он имеет. то есть как отреагировал человек? Это материя, друзья. Материя. Или я ей владею, или она владеет мною. Другого не дано. И так как это не наше, она дана нам чисто в пользование. Просто посмотрим на наши дома, насколько мы гостеприимны, насколько они открыты, и что происходит с нашими деньгами, друзья. Потому что тоже история. Говорит, нет, спрашиваю, почему вы там не собираетесь, вот группа или как церковь такой домашней. Говорит, жена не хочет, чтобы к нам приходили люди. Но это не наше имущество, друзья. Это просто подарок Божий на время. Поэтому 1 Коринфянам 4,7 Что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. И в притче о талантах этого Матфея 25 главы там такой огромный кусок, кто читал Библию, знаком с этим, что некий купец, отбывая по делам, верил все свое богатство слугам каждому по способностям наделил имущество, именно каждому по способностям. И возвратившись, он посмотрел, насколько ответственно они себя вели и наградил каждого по заслугам. Вот эта материя, которая нам дана Богом, очень важный момент, чтобы она не владела нами, а мы ей обладали. Как говорится, человек говорит, я имею деньги, а деньги там шепчут, тихонечко неустанно и говорят, мы тебя и вчера, и сегодня, и что, и завтра будем иметь, но ты нас никогда. Эту свободу дает только Господь, да, поэтому вернувшись, он дал каждому по заслугам, как кто распоряжался всей этой материи, деньгами, машинами, домами здесь. Это не говорит, что мы должны ломать, мы должны ухаживать с этим всем, смотреть и пользоваться, и в то же время не быть жадными. Матфея 25, 21. Хороший, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего. В конце жизни нас тоже оценят и вознаградят согласно тому, насколько ответственно мы распоряжались тем, что доверил нам Господь. Алиментарные повседневные обязанности простираются в вечность. Алиментарное наше отношение к деньгам, к материи простирается туда. И каждая секунда идет вот это накопление. Если мы относимся ко всему на земле как доверенное нам имущество, Бог обещает нам три вещи, я бы сказал, три таких ключевых награды. Первое, друзья, нас ждет похвала. Мы же хотим, чтобы нас хвалили, друзья. Да, хотим. Конечно, мы хотим, и первое, друзья, и хвалите друг друга, ободряйте, говорите, комплименты. Это очень важно. Это очень важно. Замечайте мелочи людей, которые вокруг вас. И первое, что нас ждет на небе похвала от Бога. Второе, мы получим новое, более ответственное назначение. и третье, там будет праздник в нашу честь. Будет праздник в нашу честь. Войди в радость Господина своего. Войди в радость Господина своего. Деньги это и испытание, и временно вверенное нам имущество, как и дома, машины и так далее. Вся материя, да? с помощью денег Бог учит нас, как доверять Ему. И деньги для многих являются самым серьезным и трудным испытанием, друзья. Бог следит за тем, как мы тратим средства, чтобы посмотреть, насколько мы надежны и верны Ему. Луки 16, 11. Если вам нельзя доверять земное богатство, кто доверит вам истина небесная? Как мы доверяем своим детям? Мы что, мы же знаем уровень их сил, да? И это только, это тоже такая, я не знаю, история или вымысел, говорит, это только цыган. Говорит, отправляет ребенка в магазин, дал ему там несколько рублей и тут же всыпал ему хорошенько. Говорит, за что ты его бьешь, да? Говорит, да чтобы он купил то, что надо, да? Потому что потом уже будет поздно бить. Что с этого, да, то есть? Поэтому так и Бог смотрит на нас, как мы обращаемся с материей, чтобы потом нам дать вечное, вечное, ценное и бесконечное. Это важная истина. Существует прямая взаимосвязь между тем, как я расходую свои деньги и качество моей духовной жизни. Это просто все в связке идет, друзья. Как я распоряжаюсь своими средствами, земным богатством, зависеть может ли Бог доверить мне духовное богатство, то истинное богатство, не временное, а то вечное и бесконечное. Луки 12, 48. Кому было много дано, с того и спросится много. И кому было много доверено, на том и большая ответственность. Жизнь это и проверка, и временно вверенное нам имущество. Луки 16, 10. Верный в малом, во многом верен. Аминь. Господь, огромное Тебе спасибо за то, что мы сейчас здесь, за то, что мы живы и здоровы, Господь. Огромное спасибо, Иисус, что у нас есть это имущество, Господь. И мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости, чтобы мы управляли имуществом, чтобы мы управляли деньгами, Господь, а не все это имущество управляло нами, и чтобы деньги также не имели над нами власти, а мы ими распоряжались, а не они нами, Господь. Тебе спасибо за этот день, спасибо за милость Твою наш Бог. Аминь.